Это был знаменитый спектакль, вышедший в 40-м году. Юрий Александрович Завадский поставил беспредельницу с феноменальным составом исполнителей. Уникальная актриса гениального дара Мария Ивановна Бабанова играл Ларису. Карандаша был странный, это была трагическая роль. Без всякой эксцентрики. Он падал перед ней. Он видел, что она сейчас уйдет в кофейню, где находится Кнур. И она уйдет к нему и продаст себя. И он мешал ей идти. Он падал, подымался, хватал ее за платье. И в последний момент он доставал пистолет и стрелял в нее. И убивая Ларису, он убивал себя. Это была одна из самых потрясающих ролей Сергея Александровича Мартинсона на сцене драматического театра. Спектакль шел, к сожалению, недолго. Один сезон, когда началась война, бомба попала в вагон, где находились декорации, бесприданницы. И больше она не восстанавливалась. И, понимая, что больше ему не суждено играть Карандышева, Мартинсон из театра революции ушел. По приказу фюрера объявлена тотальная мобилизация всех металлических вещей. Кино начало сниматься очень рано. В 24-м году. Он снимался много. Ни от чего не отказывался. Когда я учился в школе, я очень хорошо помню, как все увлекались с фильмом «Антон Иванович сердится», где Мартинсон играл композитора Керосинова. «Керосин-бензин» называли его мальчишки на улицах всех городов страны. «Надюша, вспомни вечер и радостью встречи, Она, она волнует без вина». «Что это? Что это такое?» «А что?» «Как что?» «Да ведь это же по улице ходила большая крокодила». «По улице ходила большая крокодила, Она, она зеленая была». «Что это такое?» «А почему же вы просто не написали? Во рту она держала кусочек одеяла». «Какой кусочек одеяла?» «Кто держал?» «Надюша, словно. Славно за керосином. Ну что вы прикидываетесь овечкой? Ведь это прямое заимствование». «Какое заимствование?» «Просто взял и украл». «Мещане». «Вы слышали когда-нибудь слово «фольклор»?» «Композитор имеет полное право пользоваться песенным материалом, Преломляя его в своем творчестве». «Ну знаете, дорогой, вы все это расскажите в союзе композиторов». «А сейчас?» «А давайте деньги обратно». «Хорошо, я исправлю. Тут надо только исправить два такта. И тогда никто не догадается. Публика будет визжать и плакать». «Не два такта! Не два такта! А все! Все с начала и до конца!» «История ревизора, которой пыталась снять киевская студия Довженко, это печальная история. Сценарий написал Михаил Афанасьевич Булгаков, Холестакова и Гал Мартинсон. Но Довженко, посмотрев в 1937 году готовую ленту, выступил против этой ленты и сказал о том, что это формалистический бред. Фильм, конечно, не вышел. В середине 30-х годов в советской печати даже появилась статья одного из серьезных театральных критиков, которая уничтожала эксцентрическую школу актерской игры, считая, что это формализм, а нужен только социалистический реализм. Его называли пустым актером. Он перенес все, что переносят талантливые люди. Его любила публика, его любил зритель». «Добрый день, папаша Карло! Здравствуйте, почтеннейший дуромат. Не слишком у вас доходное ремесло, почтеннейший? Что поделаешь?» Когда наступили очень мрачные времена, он спокойно вошел в мир киносказки. В годы войны им были сыграны на экране шедевры. В момент, когда бомбили Москву. Москва была затемнена. В Лиховом переулке, в большой комнате, режиссер Анинский снимал фильм «Свадьба по Чехову». Морецкая, Фаина Раневская, Эраст Гарин и Мартинсон, играющий телеграфиста «Ядь». Скажи, зачем тебя я встретил? Зачем тебя я полюбил? Зачем твой взор улыбкой мне ответил? И счастье в жизни дарил? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В НОВОЙ ОТСОВСКОЙ ПРЕКРАСНОМ ЯЗЫКЕ Дело в том, что у Екатерины Ильиничны не было своей квартиры. И когда она вернулась из эвакуации, в 1943 году Ане было 15 лет, и она ее дала отцу. Вечерами было полно иностранцев, иностранных журналистов, которые были тогда в Москве. Она не стеснялась говорить дочери своего мужа о том, что ей разрешается встречаться с иностранцами, и у нее было всегда очень много вина, водки, банки американского кофе, ветчины, хлеба. Она жила так, как будто не было войны. Она хотела веселиться и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Она изменяла Мартинсону. У нее было бесконечное количество романов. Но Анна Мартинсон вспоминает ее с любовью и с нежностью. Потому что она была очень легким человеком. Хотя по отношению к Ане в детстве добра она не была. Она могла поменять ее вещи на водку, если водки не было. И потом Аня мешала, мешала ее жизни. И она отправила ее в Переделкино на дачу. И Анна жила на даче одна. И Анна Мартинсон. И Анна Мартинсон.